продолжим разговор про sonar chart как говорится с чем его едят и что с ним делать вот сейчас он у меня работает то есть сканирует и записывает но а сейчас мы посмотрим куда девать эти данные здравствуйте мои дорогие сегодня продолжим разговор sonar chart расскажу немножко что это такое значит разговор будем продолжать о том ролике который я начал снимать еще осенью показывая вам на своей лодке как работает sonar chart leaf итак давайте сначала разберемся что такое непосредственно этот sonar chart как он работает и чем его едят значит sonar chart это прежде всего ботиметрическая карта которая благодаря большей насыщенности глубинах позволяет отобразить на и грани нашего карт плоттера нашего монитора улучшенную детализацию дна то есть получается улучшенные отметки глубин какие-то изобаты световой может быть градации тут стоит вопрос что такое ботиметрия или ботиметрия честно не знаю как правильно наверно на сто процентов я вряд ли отвечу своими знаниями что такое ботиметрия как я понимаю это что это изучение подводные части водных бассейнов как мирового океана как рек озер и так далее то есть получается что это данные о глубине наших водных объектов акватории значит если по простому наверное это типа аналога топографии если так для понимания значит получается разобрали что ботиметрия или ботиметрия это данные которые получены в результате исследований дна на изображении подводного рельефа на ботиметрических картах используют изобаты это вот то что мы с вами видим вот эти вот кольца на экране своих карт лотеров то есть изобата это линия с одинаковой глубиной относительно уровня моря значит далее в нашем случае ботиметрическая карта сонар чат представлена на виониксе просто как дополнительный слой к значит для настройки сонар чарта на карт лотере нужно его там включить я вот знаю что на лоренсах он называется в меню по моему фишн чип значит современные картотеры все поддерживают эту функцию поэтому смело в меню включайте если вдруг на вашей карте нет сонар чарта то вы его можете просто скачать с сайта navionix.com и загрузить самостоятельно на карточку никаких проблем это не должно составить все что я сейчас сказал я так понимаю можно сделать когда у вас карта оригинальная то есть куплена официально я не буду здесь призывать вас покупать официальные карты за большое количество денег не чурая скажу что по моему карта моего региона вот в частности финский залив нева ладога онега свирь стоит в районе по моему 15 или 18 тысяч рублей у navionix что достаточно дорого и это считаете данные на год за этот год вы конечно можете обновлять эту карту если у вас есть аккаунт вы можете вставлять эту карту в допустим ноутбук и с помощью специальной программы обновлять бесплатно данные на этой карточке но есть еще пиратские карты стоимость такой карты порядка там пяти тысяч рублей вот если она у вас есть то никакой сонар чат вы на нее записать не сможете поэтому тоже имейте ввиду сейчас достаточно большое количество развилось таких карт поэтому когда покупайте будьте внимательны опять же нужно вам это или не нужно будете вы пользоваться этим или не будете пользоваться могу сказать что по данным за сезон ну вряд ли вы получите какое-то разногласие между обновленными картами и не обновленными то есть между оригиналом который вы сможете обновлять через сайт navionix и той которые вы купили как бы пиратскую ну опять же каждый выбирает по своим по своему достатку значит продолжим разобрались изобаты это у нас линии глубин на карте с изобатами более подробно отображается рельеф дна значит легче найти интересные места там для рыбалки слой с глубинами подходит для тех кто путешествует для навигации значит при необходимости слой естественно можно ну поменять переключить с одного на другой в том же приложении есть кнопка включить сонар чарт или выключить значит теперь про карплоттеры которые со встроенным вай фай модулем их можно соединить с смартфоном телефоном планшетом без проблем на котором установлено приложение navionix ботинг и карта в режиме реального времени будет у вас прямо на экране появляться вашего мобильного устройства что весьма удобно например если вас несколько человек на борту теперь что делать с этими данными которые мы получили при прохождении лодки с установленным датчиком сканером глубины типа total scan ну вот этот длинный датчик который например там у карплоттеров лоренс там или симр значит эти данные которые записал карплоттер в тот момент когда вы ходите называется логи значит это измененные данные с учетом ваших курсов лагов записываются на карточку и ее вы можете вытащить из карплоттера вставить в компьютер ноутбук если у вас есть аккаунт и с помощью разработанного специального сервиса chart installer вы можете в navionix как бы отдать свои данные поделиться выгрузить их туда теперь надо рассказать что такое вот этот chart installer для чего он служит значит это специально разработанная такая программа которая управляет вашим аккаунтом то есть ну вашей как бы подпиской то есть если вы зарегистрированы официально на сайте navionix то естественно у вас есть вот этот вот аккаунт и именно через него вы можете обновлять свою карту в картографии navionix значит если вы покупаете карточку оригинальную то естественно есть смысл ее регистрировать если вы покупаете ее не оригинальную то понятное дело на сайте navionix и вы не зарегистрируетесь теперь про chart installer расскажу вам что нужно сделать для полноценной работы с этой программой значит первое да это сам аккаунт войти дальше привязать картплотер то есть нужно в соответствующей графе вбить название вашего картплотера туда в соответствующую графу модель далее определить загруженный на картридж регион то есть выбрать ту карту которая соответствует естественно той которая у вас на картридже очень внимательно отслеживайте срок то есть может такое быть что например у вас уже просроченной карты тогда ее надо будет обновлять заплатив естественно деньги на vionix вы также это можете сделать через вот этот вот chart installer дальше вы можете загрузить или наоборот выгрузить те данные вот те логи которые вы получили с помощью total scan на сайт navionix то есть ими поделиться чтобы они стали как раз всем доступным загистрированным пользователем ну вот может быть сумбурно ну вот как то так выглядит нынешняя картография электронная подписывайтесь на канал смотрите видео пока пока